Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь у нас в гостях Борис Рафаэль Шувайдов с уникальнейшим рецептом употребления сока из моркови. Такой никто не знает, я точно знаю. Скажите, пожалуйста, нам его секрет. Секрет заключается в том, что мы смешиваем морковь, свекла и огурцы, и добавляем туда красный и черный перец. Вот, я вырос, в общем-то, любил очень острый перец. И когда я выступал через Дом Знания, меня узбеки научили есть плов с очень острым красным перцем. И когда я перед выступлением его ел, у меня загорался огонь сначала во рту. Во рту был огонь. И этот огонь перемещался затем в желудок. В желудке открывались миллиарды капилляров, и у меня повышалась энергия. Благодаря этой энергии я мог легко быть на сцене, ходить, говорить три часа, и я не чувствовал себя устало. Потому что мозговые сосуды расширялись настолько, настолько внутри производилась теплота, что я чувствовал себя как Бог. Такая была сильная энергия. И каждый день я этот сок пью. Каждый день я благодарю судьбу. Я благодарю то, что я познал, что красный, чёрный перец – это один из самых чудес, которые Бог нам создал, чтобы мы его применяли. Ну, то есть, надо постепенно увеличивать. Вот у нас есть ещё сухие стручки, тоже острый перец. Когда я делаю суп, я делаю суп, я обязательно эти стручки варю. Получается крепкий отвар. И любые горечи – это и есть желчегонные. Это разновидность красного перца, который я люблю, класть для борща. И там достаточное количество свеклы. И когда я потребляю этот бульон, сосуды раскрываются, особенно капилляры. Они расширяются, а их миллиарды. И ты чувствуешь себя прекрасно. У тебя сначала увеличивается энергия, увеличивается, поднимается давление, а потом давление уравновешивается. Поэтому самый знаменитый американский натуропат Ричард Шульц сказал, я из самых разнообразных целебных трав, которые сотни-сотни тысяч, я выбрал две травы. Первая – это красный-чёрный перец, и вторая – это лабелли. Но лабелли вы не знаете. Это американская трава, которую я также широко пользовался. Значит, красным перцем даже можно лечить язвы желудка. Сначала запивается столовой ложкой масла, а потом берётся четверть, дальше или половина чайной ложки, или чайная ложка. Всё зависит от того, где человек вырос, и как он привык к острому перцу. Я, например, пользуюсь – одна чайная ложка. Самый острый красный перец. Это разновидность красного перца. Разновидность. А это чёрный перец. Я сочетаю красный и чёрный перец. Как понять, одна чайная ложка куда? На какую тару? На пол-литра. Сока? Или сока, или суп. Если, допустим, пол-литра супа, значит, чайная ложка, чайная ложка. Это две чайные ложки? Это две чайные ложки. Но для меня это даже иногда… На кастрюльку или на косушку? На косушку – это значит на пол-литра. Убойный рецепт. Вот. И я даже добавляю две чайные ложки. Для меня это нормально. Для кого-то это слишком много. Поэтому вы сами постепенно увеличиваете дозу. И ещё вам открылся один секрет. Хватит секретов или ещё? В следующий раз. В следующий раз. Завтра опять ролик. Хорошо. Убийный рецепт. Я по вашей рекомендации начал гречку делать. Тоже жгучий такой. Не просто как гречневая каша. А, допустим, если плов, я с собой ищу перец. Приношу они в плов вообще не кидают перец. Это плов уже горячий. У меня гречка, туда перец. Сок. Вот сегодня я выпил с перца. Первое, честно скажу вам, абсолютно чувствую себя безграмотным человеком. Я всю жизнь пил сок без перца. Доктор. Век люби. Век учись. Вот так. Я сейчас выпил косушку. Как будто чуть не взлетел. За ваше здоровье, друзья. За здоровье всех людей. Будем продолжать нашу миссию оздоравливать людей, для того, чтобы они не болели, были счастливы, богаты и добры. Всем удачи и до скорых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok